Не так давно мы уже раскрывали вам реальные имена российских звезд. Ссылка на предыдущие части будет в описании, мы упомянули не всех. Поэтому сегодня будет третий выпуск. Приятного просмотра! Тутта Ларсон, на самом деле Татьяна Романенко. Звезда взяла себе творческий псевдоним, происходящий от имен рыжего лисенка Людвига Ларсона и молодой курочки Тутты Карлсон. Персонажей сказки Тутта Карлсон первая и единственная, Людвиг 14 и другие. Настоящее имя певца Шуры – Александр Медведев. Согласитесь, что взять сценический псевдоним было отличным решением. По словам певицы Ёлки, свой псевдоним она не придумывала специально. С 11 лет ее все стали называть Ёлкой. После того, как один из друзей ляпнул Ёлка, кто-то услышал и понеслось. Даже мама ее называет Ёлочкой. Настоящее имя звезды – Елизавета Иванциф. Евгений Петросянцк в 1962 году выступал под фамилией Петров, да к тому же еще и с рыжими волосами. Но под Петровым он выступил всего лишь раз, затем убрав букву «С» из своей реальной фамилии, став Петросяном. Певица Екатерина Чупринина решила, что ей нужен псевдоним, который отвечал бы ее внутреннему «я», был бы звучным, коротким и позитивным. Так она стала Катей Лель, причем фамилию певица изменила даже в паспорте. Макс Барских, который до поры до времени был Колей Бортником, объясняет свой псевдоним тем, что он решил создать нового себя и сам придумал псевдоним. То есть был Коля из Херсона, а стал Макс из Киева. Многие знаменитости воспользовались фамилиями своих родителей – мужей и жен. Например, Вика Жукова стала цыгановой благодаря мужу Вадиму, автору всех ее песен и продюсеру. Андрей Губин решил, что его реальная фамилия Клементьев будет звучать не так броско, как девичья фамилия его мамы. Алена Апина на самом деле Елена Левочкина. Лишь то Апин – первый супруг певицы, брак с которым просуществовал несколько месяцев, оставил ей в наследство сценическую фамилию. Да и Ларисе Кудельман, а затем Мичинской по первому мужу, больше приглянулась девичья фамилия ее мамы Долина. Александр Выгузов, ныне Александр Малинин, вернул родовую фамилию семьи, которую сменил еще его прадед. Спасибо, что посмотрели видео. Если информация была для вас интересной, поддержите нас лайком и подпиской, а также посмотрите рекомендованные видео. До новых встреч! Пока!